Ребята, всем привет! У нас новый выпуск. Короче, не дает нам сельское хозяйство покоя. И мы взяли, как многие, кстати, видели у нас на канале, много живности всякое уже появляется. И в инстаграме, те, кто подписаны, вот здесь, кстати, инстаграмчик будет, подписывайтесь, кто не подписался, уже знают, что мы еще цыплят взяли. Знаю, многим интересно, поэтому немножко буду рассказывать. Взяли, в общем, мы 30 бройлеров. Модель, сейчас подожди, 500 коп. Это есть там 750, 500, подразумевает 500, то, что у него будет грудинка большая. Вот здесь вот. Ну, грудь, то есть, большая будет у него. Малышам сейчас 3 дня. Сегодня у нас 26-й, 4 дня. Они родились 22 июля, им 4 дня. Вот они у меня сейчас жили дома, под лампочками. Обязательно первую неделю нужно выдерживать температуру 30-32 градуса. И потом снижать ее до 30-28. Поилка, сухой корм, именно бройлерный. Сном, ну, легкая, так называемая, для птенцов до месяцев. Все, сейчас птенцов везем в деревню. Самое главное, пока не допускать сквозняка. Потому что они очень в этом возрасте еще неокрепшие. Ну, короче, вот как-то так сельское хозяйство растет. Едем в деревню. Ну, вот, третий день уже. Свиньи у меня прижились, уже выпускаю гулять. Живут, блядь, как лошади. Делаю, короче, им траву такую, посеченку, или, как ее назвать, с этого, с газонокосилки. Туда овес добавляю. Добавляю сыворотку, он жена сыры начала делать. Короче, овес добавляю. Потом дробленку добавляю. Вот такой вот корм еще купил для свиней. Гранулы. Короче, все это размешиваю. Траву вот такую добавляю. С сывороткой заливаю. И вообще только хруст стоит. Ну, естественно, траву живут, воду пьют. И гусям, любимое лакомство утром, вечером. Это просто вот так вот хлеб малышам даю мякиш. А корочки вот большим водой заливаю, короче. И едят просто в драку. Ну, и, естественно, тоже комбикорм. И сухой. Большим вот даю этот. Немножко даже горох есть. Блядь, где у меня ковшик? Короче, большим вот такой я даю. Маленькие у меня вот типа такого едят. Ну, чуть меньше. Да-да-да, что уже. Знаете, что хлеб был? Пиши-пиши-пиши-пиши-пиши-пиши. Галдёж, блядь. Это не вам, это малышам. Вороби прилетают, доедают тут. Подъедают, можно сказать. Вот, в общем. Хлеб, любимое лакомство. Да-да, ешьте, ешьте, ешьте. Не буду вас отвлекать. Так большой уже гусак стал. Стасик, иди сюда. Иди сюда, Стасик. Смотри, какой большой уже. Стой, 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 стой. Ну, все, 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 все. Успокойся. Успокойся, успокойся. Смотрите, какой. Стасает. Стасает. Давай забираем. Бегунок. Бегунок. Смотрите, ребята, у нас новые. Ла-ба-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кипиш-кипиш. Взяли, короче, уток новых. Пойдёмте, сейчас будем распаковывать. Как она называется? Распаковка. Распаковка. Так, а что у нас там? Так, тише, братан. Тише, 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 братуха. Давай-ка. Опа. Там у него уже гусыня ещё сидит где-то. Пойдём, пойдём. Тише, 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 тише. Заселение у нас опять, дом 2. Сейчас мы вам, Пэдик. Соседей привезли. Да, 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 да. Соседей привезли. Опа. У нас, значит, здесь у нас, получается, взяли мы индоутку. Давай, выходи. Семья индоуток и семья утки-бегунки, их называют. Индийские. Индийские какие-то бегунки. Такие штрибаны прикольные, сейчас увидеть. Ну, давай, давай, давай. Вот они. Вот они, вот они какие-то, вот это бегуны. Вот они какие-то. Опа-опа-опа-опа. Всё, уже за кипиши увалят. Так. Здесь чё? Это индоутка. Всё, всё, сейчас оправитесь. Это вот утак. Или так вот утак. Разве здесь он? Да. А, ты имеешь в виду индоутки? Да, 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 да. Да, 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 да. О, красавец какой-то. Короче, две утки, две индоутки получается, один утак. И там тоже получается три самочки и один селезень. Давай. Это тоже, это вот уда. Вот они, вот они. Ну всё, давайте, обнародуйтесь. Что такое там? Что такое? Чё жилность? Кого вы там заметили? Чё мы сладенькие? Доброе утро. Доброе утро, мой хорошенький. Доброе утро. Доброе утро. Жарко сегодня будет, да? Жарко будет. Тунгус. Тунгусик. А я, как всегда, с утра иду на утреннюю проверку. Сегодня у Валентиныча ревизию по яйцам сделаю. Тоже хочу, короче, не сушек брать. Не знаю, какой сорт, правда. Вот у Валентиныча вот эти белые, коричневые. В принципе, как бы это... Они уже достаточно давно живут, им нравится. Я вот не знаю, может, каких-то других взять. У кого какие-нибудь сушки, давайте, пишите, советуйте. Какие варианты интереснее? Какие, может, там яйца большие несут? Купочки. Вот так вот. Тепленькие еще. Да заберу, заберу сейчас. Новые снесешь. Не переживай. Опачки. Еще два. Еще одно. Вот это вообще прям кипяток. У нас сегодня следующий день. Вчера, ребята, смотрите, кого привезли. Куриц. Здесь по порядку свиньи, утки, пиндоутки. Здесь у нас гуси маленькие. Они уже большие становятся. Здесь большие у нас. Че ты? Так. Ну че, ребята? Взяли, короче, вот таких кур, несушек и петуха зачетного. Петя, иди сюда. Петя. Петя, 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 Петя. Что-то они в угол забились. Давайте идите хоть наулку погуляйте. Ідите наулку погуляйте. давайте 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 петя выводи давай на прогулку девочек своих давай выводи выводи на прогулку выводи петя 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 в конуру пошел яйца усиживать петруха ну и вот вчера буквально поздно уже вечером привезли и сегодня уже первые яйца купа это к тому что там многие говорят курицы привыкнут должны там первую неделю вообще яиц не будет ничего подобного да если не сушки рабочие они будут работать боря тебя по тягушке что-ли утренние внимание внимание домашнее представление на арене цирка дрессированные гуси от зрителей по 500 рублей билет собрал а Продолжение следует...